Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Итак, сегодня мы с Николаем Васильевичем наши встречи продолжаем. И будем мы говорить о детях от 7 до 14 лет. Тайны тела этого периода. Да, Николай Васильевич? Да, это очень важный период жизни человека. И особенность его заключается в том, что именно происходит интенсивный рост и создание полноценных здоровых и взрослых органов. То есть, насколько я понимаю, вот ребенок родился, у него есть какие-то там особенности, он ест, он растет. Но когда наступает период от 7 до 14 лет, рост настолько бурный, что именно в это время закладываются основные, то есть, уже полностью формируются взрослые органы, и уже к 14 годам это взрослый человек. Поменять что-то можно после? Вот вы правильно акцентировали внимание, уважаемые зрители. Важность, особенность этого периода с 7 до 14 лет, это прежде всего именно формирование взрослых органов, которые будут жить с этим подростком, уже взрослым человеком всю оставшуюся жизнь. Это очень, очень важный, мне кажется, акцент. Вот у меня двое детей. Я вот думаю, как раз мы подходим к 7-летнему возрасту. Вот, наверное, нужно задуматься здесь, какого ребенка я хочу видеть. Да, потому что именно в этот период и правильное формирование жизни ребенка, оно и создаст взрослого человека. То ли это будет красивый, энергичный, работоспособный, умный, успешный человек, или же это человек, который будет иметь массу проблем в будущем. А что говорит наука о природе тела этого периода? Что-то там вот, наверное, есть какие-то генетические особенности, да? Совершенно верно. Давно уже известно из генетических исследований, что практически вот у нас есть заложенная в генах определенная структура различных органов. То есть, уважаемые зрители, все наши гены, они как бы реально являются схемой, по которым создаются... Собирается организм. Да, собирается весь организм, взрослый, да? Так вот, известно, что всего 20% из этой генетической информации реализуется взрослого человека за счет именно генов. Понимаете? Я первый раз слышу об этом, а вы, уважаемые зрители, что-то об этом знаете? То есть, вы на 20% себя реализовали, я тоже. Да, да, в среднем. А можно было и по-другому. Можно было по-другому, почему? Потому что в среднем, опять-таки, 80% из того, что у нас в взрослом состоянии мы имеем, то есть, органы, их функцию, работоспособность всех органов нашего тела, они создаются за счет именно окружающих условий. То есть, 80%, грубо говоря, это окружающая среда. Да, воздействие на наши гены окружающей среды и уже, так сказать, вот этот период, так сказать, создания различных органов, он изменяется, хотя генетическая программа работает, но она работает уже по-другому. Понимаете? Или лучше, или хуже. То есть, в зависимости, в какие условия человек попал, да? Да, да, да. В зависимости именно от условий окружающего мира ребенка в возрасте с 7 до 14 лет. Давайте просто мы напомним себе и нашим зрителям, что такое внешние условия или условия окружающей среды, да? Ну, да. О чем мы ведем речь? Да, понятно, уважаемые зрители, что это прежде всего строительный материал, то есть, это продукты питания, вода, воздух. То есть, что человек пьет, пьет и чем он дышит. И чем он дышит. Сон влияет? Ну, конечно, это следующий фактор очень мощный. И плюс к этому движение обязательно, да? Ну, все, о чем мы с вами говорили в первых пяти передачах. Конечно, и несомненно, это, ну, скажем так, климат в семье, так назовем, психологический. Психологическая составляющая, естественно, важна. Да. Я думаю, что она очень важна. Конечно. Поэтому мы пригласим эксперта и поговорим об этом в следующей нашей передаче. Вот это все вместе называются условия воздействия окружающей среды. Мне эта идея как бы нравится, но и немного меня пугает, потому что если всего 20%, то в возрасте вот от 7 до 14 лет мы можем повлиять на то, каким будет ребенок, да? Ну, конечно. Да, знаете. Нельзя пугаться, надо действовать. То есть, именно родители, бабушки, дедушки, они напрямую, в общем-то, формируют будущее ребенка. Да, просто нужно отметить, что это возраст, когда дети начинают ходить в школу. Соответственно, очень часто внимание направлено на то, какая школа, как он учится, сделали он уроки, и уже вроде бы это достаточно большой ребенок, и питание куда-то там уходит. У многих, мне кажется, да? Как вот вы сами лично, Виктория, вот как вы относитесь к питанию своих детей? Вот скажите. Ну, я вам скажу, что я очень серьезно отношусь к питанию детей, потому что, ну, еще в самом раннем возрасте у них была аллергия, и мне пришлось изучить огромное количество информации, и, конечно, мне здесь помогло мое образование биохимика, чтобы разобраться, что к чему. И, естественно, мы, да, очень важные. Вот, уважаемые друзья, конечно, у Виктории как бы специфика, ребенок имел проблемы со здоровьем, она акцентировала внимание, а вы, пожалуйста, вот напишите в своих комментариях, что для вас такое слово питание от ребенка, да? Да, что важно. Вот вы идете в магазин, чтобы что-то купить, на что вы обращаете внимание, что главное в семье? Да, да, то есть это как бы один из разделов воздействия, мощного воздействия на ребенка, ну, тем более в этот период активного роста с 7 до 14 лет. Да, мы пока ждем комментарий, давайте вернемся к обсуждению питания, да? Итак, я хочу прям вот очень, чтобы мой ребенок вырос красивым, здоровым, чтобы у него там все хорошо сформировалось. Это естественное желание, да. Петель как-то пролетает там. Ну, да, да. На что нужно обратить внимание? Что самое главное в питании? Что должно быть? Ну, конечно, я скажу, самые принципиальные такие блоки, да, по питанию, обязательно должно быть в достаточном количестве и качестве животного белка. Вот, Виктория, для вас что такое словосочетание животный белок? Животный белок для меня это мясо. Мясо птицы, мясо там животных, да, мясо рыбы. Рыба, да, яйца. Молочные продукты. Все молочные продукты, то есть это и цельное молоко, и кисломолочные продукты, творог, сыры, да. То есть, да, вот как бы такой перечень, это именно животный белок, и, несомненно, вот различные варианты этих продуктов, они должны обязательно присутствовать в питании ребенка, в том числе, прежде всего, скажем, в достаточном количестве, и, что очень важно, качественные, то есть максимально натуральные в возрасте от 7 до 14 лет. Я думаю, что те молочные продукты, которые продаются в наших супермаркетах, в большинстве случаев, под категорию «хорошие молочные продукты» не подходят. Как вы думаете, стоит ли как-то что-то сделать в этом направлении? Конечно, каждый человек должен, мое мнение, вот каждый человек, каждый родитель должен обязательно найти возможность дать своему ребенку максимально натуральные, как бы он должен быть уверен именно в натуральности тех же, скажем, молочных продуктов, вообще продуктов питания. Вот, уважаемые зрители, опять-таки, ну, поделитесь именно своими способами, как вы изыскиваете вот натуральные продукты питания, в том числе, скажем, ну, также животный белок, да, вот то, что мы говорили. Да, ну, кто-то, наверное, там заказывает в сельской местности, где-то фермерские какие-то специальные сейчас есть магазины. Кто-то ориентируется, что дороже. Кто-то, да, ориентируется на то, что дороже, если дорого, значит, тут масса вариантов. Ну, конечно, ну, просто, уважаемые зрители, вот напишите, как вы именно выходите, как бы решаете этот вопрос. Да, да. Следующий раздел, такой мощный блок строительного материала, это жиры. И надо сказать, прежде всего, что, ну, как бы жиры, они разные, то есть есть животные жиры, это и сливочное масло, и сало, да, вот, и растительные масла, это все жиры. Но, именно если мы говорим для ребенка в возрасте с 7 до 14 лет, то главествующими жирами в этот период являются, несомненно, животные жиры. И прежде всего, самый лучший по качеству жир, это сливочное масло. А как же сейчас мода на растительные масла? Какое количество, какой ассортимент? И я, когда читаю какие-то там блоги о здоровом питании, прям вот все эти картинки, все названия стоят этим вопросом позаботиться. Я бы скажу свое личное мнение, как вот доктор, да? Да. С балашной практикой, 37 лет, плюс я сам и вырастил, так сказать, двоих детей, и внуков у меня 6 человек. И приведу данные медицинского сообщества, вот мнение, так сказать, медицинского сообщества, что именно животные жиры для растущего организма, то есть в возрасте с 7 до 14 лет, они являются обязательными. В достаточном количестве, в количестве как бы там индивидуально, конечно. И качество, это прежде всего 100% сливочное коровье масло, это самый лучший жир, несомненно, по качеству. А что касается, допустим, сала? Это тоже... Сало можно? Оно просто более тяжелый вариант жира, и для ребенка, конечно, в ограниченном количестве, ну, как бы, если он хочет, например, вдруг, если ребенок захотел, сало. Немного больше. То, да, пожалуйста, он может съесть столько, сколько ему хочется, но готовить именно на сале, постоянно и все время, это все равно более тяжелый вариант, который будет воздействовать и нарушать именно работу пищеварительной системы. Да, вот я бы еще, знаете, что здесь хотела сказать по поводу масла сливочного и масла растительного, то, что с недавних пор я никогда не использую масло растительное для жарки, топленое сливочное масло. Ну, уважаемые зрители, здесь, конечно, Виктория поступает совершенно правильно, можно по этому поводу дать рекомендации пояснения, но я скажу коротко, что это факт действительно биохимический, вот Виктория сказала, что она биохимик по образованию, биохимический факт, любое растительное масло при кипении, то есть, когда жарят на нем, да, при кипении, в нем образуются различные токсичные вещества, которые называются олифами. Ну, то есть, олифа, она используется как основание для создания красок. Уже неприятная особенность. Вот, и когда вы проходите мимо, так сказать, вот Макдональдса, такой запах специфичный, вот это перегретое, пережаренное именно масло, оно действительно очень токсичное, это факт. Да, в вашей сковородке олифа звучит не очень-то, да? Ну, к сожалению, но это факт, вот так, это реальность. Да, просто рассмотрите такую возможность, может быть, посмотрите информацию, топленое сливочное масло отлично подходит для жар. Ну, это самый оптимальный именно жир, который при нагревании не образует токсичных веществ, и он наиболее легкий, именно для, в том числе, растущего организма молодого в возрасте от 7 до 14 лет. Вот, уважаемые зрители, поделитесь все-таки, сейчас действительно очень мощный такой прессинг растительные масла. Кокосовое масло рекомендуют для жаркости. Да, и кокосовое масло. Поделитесь, вот на чем вы готовите пищу для своего ребенка, очень интересно. Да и для себя тоже немало важно, да? Конечно. Следующий большой блок продуктов питания, это так называемые углеводы. Да. Углеводы, ну, это начиная с белого сахара, мед, хлеб наш белый, хлеб серый. Это все каши, это овощи, это фрукты. Просто вариантов углеводов, их, ну, тысячи различных. Это и глюкоза, и фруктоза, и галактоза. Как бы, они разные. Но смысл в чем, они должны присутствовать в питании ребенка обязательно. Но все-таки надо четко разделять, вот это очень важный момент, что белый сахар, это, конечно, такой очень углевод, который очень быстро поступает в кровь, в том числе ребенка, любого человека, и вызывает резкий подъем. И потом резко, так сказать, он уходит из крови, и все эти вот качели, так называемые, резкие перепады, они нарушают нормальное функционирование организма. А углеводы, которые получают организмы из, прежде всего, круп, ну, это называются сложные углеводы, ну, сложные, длинные, медленные, вот эти вот названия существуют. То есть, это когда сахар, та же глюкоза, она соединена с другими компонентами, и вот идет медленное расщепление в кишечнике, отделение этой глюкозы, и медленное поступление в кровь. И длительное, то есть, ну, скажем, образно говоря, человек, съев гречневую крупу, он будет получать энергию в течение примерно двух-трех часов, понимаете? И не нанесет ущерба. Да, не будет скачков этой, вот, так сказать, нагрузки именно сахара, но он просто получит энергию для своей жизни, строительства, так сказать, в течение длительного времени. Это очень хорошо. Поэтому тема эта большая, конечно, углеводы. Но мы будем об этом говорить чуть позже. Да, это как бы отдельно наш разговор. Опять-таки, уважаемые друзья, вот, ну, понятно, что дети любят сладкое, вообще все любят сладкое, а дети особенно. Почему? Потому что, естественно, они растут, им хочется, они много энергии тратят, даже за счет роста своего. Так вот, как бы, вы покупаете сладости именно? Что есть сладости? Ну, конфеты, пирожные. Печенье, разрезы. Да, разрезы. Да, разрезы. Очень много всего, да? Напишите, пожалуйста. Вот, и вообще, как бы, следите вы за тем, какие именно углеводистые продукты ваш ребенок ест. Да, напишите, пожалуйста, очень интересно. А вот, Виктория, интересно вам, к вам вопрос. Вот, ваши дети, ну, вы лично, вы следите за тем, какие именно продукты с углеводами вы, так сказать, ну, даете своим детям. Да, для меня это очень важная тема, потому что с самого их рождения, ну, и до рождения в отношении себя я, конечно, этой темой занималась. Я, конечно, я точно знаю, что вот эти простые углеводы, сахар, это очень вредно. Сейчас тоже об этом много фильмов и всякой информации. Кто заинтересуется, может это все найти. Ну, да. Конечно, дети любят сладкое, мои очень любят сладкое. Ну, да. А дома, то есть каждый день, да, никакие конфеты, шоколадки и печенье и прочие сладости мы не покупаем. Ну, отлично. Ну, это правильно, конечно, это ваша верная позиция. Ну, и следующий такой большой блок строительного материала для растущего организма, это витамины и микроэлементы. Откуда нам их брать? Ну, прежде всего, конечно, это свежие овощи, свежие фрукты, зелень. Соки, вот соки, опять-таки, это отдельная тема, но они не являются главенствующими. Как бы понятно, что мы живем очень долго в дефиците свежих овощей, фруктов, зелени. Ну, это факт, да? Климатические условия. Да, просто климатические условия нашего, так сказать, проживания. Как убрать дефицит именно витаминов и микроэлементов, тоже отдельная тема. Можно, это нужно обсуждать, чтобы не затягивать. Мы просто посвятим отдельную, так сказать, передачу. Я думаю, что Николай Васильевич, каждый сейчас все равно может найти и зелень, и овощи. Лучше съесть те овощи, которые сейчас продаются, чем вообще не съесть. У меня такая позиция. Нет, правильно, вы совершенно правы. Надо, конечно, максимально обогащать питание детей овощами, свежим зеленью. Потому что именно там микроэлементы. В том числе, да. Именно там намерены витамины. Даже если они, скажем, выращены в теплицах, это все равно лучше, чем ничего. Однозначно. Скажите, пожалуйста, вот мы сказали, что очень важны животные белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Мы поняли. Но все равно, вот хотелось бы мне, чтобы вы сказали, что категорически нельзя есть детям в этот период. Потому что мы помним, что сейчас они растут. Ну, прежде всего, надо избегать всех продуктов, которые, вот они технически обработаны. То есть, вот есть, например, мясо, да. То есть, лучше съесть все-таки мясо, ну там, свинину, говядину, чем сосиску. Это однозначно. И лучше съесть, скажем, именно сливочное масло, вместо того, чтобы приготовить какую-то пищу на подсолнечном масле. И лучше все-таки съесть кашу, какую-то кашу, чем кусок белого хлеба. Это, вот, надо ориентироваться именно на такие позиции. Ну, мне хотелось бы, знаете, еще вот обратить внимание на то, что многие, я думаю, семьи готовят нормальную еду, да. Правильную еду, скажем, дома. Ну, очень часто я хожу мимо Макдональдса и вижу, что там очень много детей именно этого возраста. Это гамбургеры, кока-кола, картофель фри. Мне кажется, что вот это не просто как-то неправильное питание, да. За этим стоит что-то большее. Ну, конечно, здесь стоит прежде всего жажда наживы. То есть, деньги, деньги за этим стоят. И это наша именно обязанность, уважаемые родители, объяснить ребенку так приготовить пищу дома, чтобы он не пошел в Макдональдс за этой, скажем, гамбургером и кока-колой. А кушал дома, именно ел пищу, которая наиболее ему правильная, наиболее натуральная и будет способствовать именно росту и формированию полноценного здорового человека. Ну, опять же, это все нужно обсуждать, да. Да, это отдельная тема. Обязательно рассказывать детям, показывать детям, что это такое и к чему это может, наверное, привести. Конечно, но это отдельная тема, здесь нужно посвящать целую передачу. Но это необходимо делать. Просто, если мы не будем именно воздействовать на ребенка, то есть, воспитывать, да, то есть, воспитание вкусовых пристрастий, это тоже воспитание. Вы к амбургер едите? Нет, принципиально не ем. А вы едите? Нет. Ну, видите, у нас есть четкая позиция, и поэтому я точно так же, скажем, не поощряю, во всяком случае, и не покупаю. Вот внукам однозначно, то есть, я им объясняю, я просто пойду, куплю что-то, скажем, ну, банан или, скажем, ну, что-то такое, или сухофрукты, вот то, что они захотят. Или даже, скажем, на худой конец куплю хороший качественный шоколад или орешки вкусные. Да, можно найти замену. Да, замену для того, чтобы, пусть это будет дороже, чем, скажем, там, бутылка Кока-Колы. Вот, но в любом случае, я им потрачу деньги в два, в три раза дороже, но, как бы, это будет уже четкая, ясная моя позиция, чтобы ребенок сформировал свои вкусовые пристрастия. И это влияние на его судьбу. Ну, да. Растет взрослый человек. Вот в чем дело. Я сейчас просто вспоминаю, как вчера приходит моя дочь из сада и говорит, мама, ты представляешь, одна девочка ест гамбургер, какой ужас. Я вот так стою гордо смотрю, думаю, ну, понятно, что это все повторяет за мамой, но, может быть, это все равно когда-то остановит от лишнего гамбургера. Несомненно, да, вы совершенно правы. Николай Васильевич, вот меня интересует один такой вопрос, потому что очень много противоположных мнений. Кто-то очень за, кто-то против. И все эти люди, которые за или против, это взрослые люди. Я сейчас говорю о вегетарианстве. Ну, да, есть такое течение. Вот очень многим взрослым людям это помогает от тех или иных проблем избавляться. Да. И многие привлекают к этому способу питания своих детей. Ну, есть, да, есть. Как вы думаете, можно или нельзя детям эту систему питания? Ну, я опять-таки выскажу свое профессиональное мнение и мнение медицинского сообщества. Именно это нам и нужно. Дело в том, что вот именно в животных продуктах содержится 8, так называемых, незаменимых аминокислот. То есть, аминокислоты – это кирпичики, из которых создается белок. И они, эти 8 кирпичиков аминокислот, есть только в различных животных продуктах, которые мы перечислили. И организм сам их создавать тоже не может. Если они, вегетарианство подразумевает, что как бы, ну, в принципе, только можно есть молочные продукты. Можно. Ну, некоторые отмолочные продукты. Это, знаете, такая тема, когда вот я думаю, например, о своих детях. Вот если бы пришлось какое-то такое решение принять, вот мы там с мужем бы захотели стать вегетарианцами, я думаю, что я не смогла бы сделать выбор в пользу вегетарианства для своих детей, потому что это очень большая ответственность. То, что ты сейчас сделаешь, например, если я стану вегетарианцем, я могу исправить это потом, я так понимаю, да, каким-то образом. Организм взрослый уже способен. Ну, да, взрослый организм, он способен на какие-то изменения в каком-то коридоре, скажем так. Да, нет, но если у меня органы сформированы, на формирование органов это не скажет. Это может казаться, на момент, там, самочувствие, еще какие-то. А у детей? Конечно, здесь я и высказал эту четкую позицию, что отсутствие именно полноценного животного белка приводит к деформации развития ребенка во взрослого человека. И это очень опасно. Скажите, пожалуйста, уважаемые друзья, может быть, кто-то из вас является вегетарианцем, и у вас есть другая точка зрения? Напишите нам, пожалуйста, об этом, чтобы мы тоже смогли это обсудить. Очень интересно было бы услышать именно мнение вегетарианца, у которого есть дети. Вот очень, очень интересно. Да, потому что я вот вживую таких людей не встречала. А я знаю таких людей, знаю. Реально. И они действительно стараются ограничить потребление животного белка у своих детей. Вот, ну, как бы, факт такой есть. Как бы, почему они это делают, я понимаю, но вот в отношении детей, конечно, было бы интересно, так сказать, из первых уст услышать историю настоящую, да? Я думаю, что нам напишут. Да, хорошо. Итак, вот смотрите, если вдруг вот не получится сформировать правильное питание, да, ну, где-то там что-то не так, здесь что-то не так, к чему это может привести? То есть, вот мы с вами говорили, там формируются органы, ребенок становится взрослым. Если питание неправильное, к чему это может привести? Я приведу статистику. То есть, вот я специально именно нашел статистику официальную. То есть, есть специальная наука, которая именно изучает влияние внешних факторов на рост и развитие ребенка во взрослого человека. Так. И вот смотрите, значит, такая статистика имеется по городу Самара. Так. Вот в 1978 году проводили исследование подростков в возрасте 16 лет, которые родились в 1962 году. Значит, их вес составил, это в 1978 году, при рождении в 1962, вес составил 63 килограмма 940 грамм. Это в среднем. Да. Рост 174 сантиметра, 97 миллиметров в среднем. А вот исследование в той же Самаре подростков в 2008 году, значит, эти подростки родились в 1992 году. Вы помните, Виктория, в 1992 год? Конечно. Что было? Разруха, нормальной пищи не было, практически многие полуголодались, скажем так, или ели одни макароны. Вот, насчет животного белка точно были большие проблемы. Это точно. Вот и смотрите, эти подростки, которые родились в 1992 году, их вес составил в среднем 56 килограммов. То есть, смотрите, в 1978 году, те, которые родились в 1962, у них вес 63 килограмма, ну, практически 67, да? Так. То есть, реально говоря, это разница, ну, на 7 килограмм. Это очень много. Да, 7 килограмм, представьте. Это очень проблемы. То есть, это 107 килограмм вес снижен. Это значит, что у него, у этого подростка, не было нормального строения ни позвоночника, ни костей, ни печени, ни мозга, понимаете? Спасалось на все. Да, то есть, дефицит именно самих построенных уже органов. И с этими органами эти подростки, они идут во взрослую жизнь. И уже изменить что-то невозможно. Да. А вот смотрите, рост, те, которые родились в 1962 году, у них рост практически метр семьдесят пять. Так. А те, которые родились в 1992 году, у них рост метр шестьдесят семь. То есть, реально говоря, это, ну, восемь сантиметров, да, восемь с половиной сантиметров. Разница восемь с половиной сантиметров. Это огромная разница. То есть, они ниже, те, которые родились в 1992 году. Почему? А потому что это, прежде всего, конечно, были условия очень плохие, мягко говоря, и по питанию, и по... И по остановке. И остановка вокруг была какая-то давящая, да? То есть, психологически давила на всех нас разруха. Все эти какие-то, так сказать, события тяжелые, так сказать, да? Ну, да, родители находились в каком-то... На напряжении, в этом диком, да. То есть, это, несомненно, сказалось на развитии. Расподростки, они точно так же, вот в этот период с семи до четырнадцати, шестнадцати лет бурно росли. То есть, они и сформировались с дефектами, вес низкий. И рост их снижен именно за счет того, что просто они не выросли. Не было достаточно строительного материала, были плохие условия внешние. Поэтому, вот это вот очень важно, уважаемые родители. Насколько, так сказать, мы активно и целенаправленно именно создаем условия для детей в возрасте от семи до четырнадцати лет. Именно дети сформируются уже во взрослое состояние. Скажите, на какие системы оказывает особое влияние неправильное или какое-то плохое питание? Ну, можно выделить три основные системы, которые страдают. Это, прежде всего, мозг. То есть, структура мозга нарушается. Это приводит и к проблемам, связанным с памятью, с обучаемостью, с энергетикой, с активной позицией в жизни. Ну, вообще, с успехом в жизни, взаимоотношением. Мозг, всему голова. Да. Вторая система, которая страдает очень сильно, это иммунная. То есть, вот эти все проблемы во взрослой жизни и различные заболевания, и, скажем, какие-то проблемы, связанные, скажем, с инфекцией, частой простудной заболевания. Восприимчивость к человеку. Да, восприимчивость к инфекции. Вот это деградация иммунитета. Именно в подростковом возрасте. Ну, и третья система – это гормоны. То есть, это развитие. А что гормоны? Гормоны определяют, какие будут у человека и зубы, и волосы, и будет ли у него вообще способность создать потомство потом во взрослой жизни. Ну, если сейчас уже много проблем, да, в этой сфере, то, естественно… Уважаемые наши зрители, мы приносим извинения, но у нас исчез свет, видимо, от нашей дискуссии с Николаем Васильевичем. Да, такое напряжение было, что пробки вылетели. Итак, мы сейчас итоги, наверное, подведем. Конечно. Мне кажется, что очень важно, чтобы наши мысли услышали, да, что возраст с 7 до 14 лет – это тот возраст, когда мы можем повлиять на здоровье наших детей и физическое, и психическое. Просто вот очень много уже отвлекающих факторов в этом возрасте, как я уже говорила, это школа, это нужно учиться, там какие-то проблемы. Соблазнов очень много. Уже очень много соблазнов, уже дети там имеют какие-то… Пристрастия, которые формируются рекламой в том числе. Вот, то есть это очень такая обширная тема, где родители должны задуматься, что вот блок питания, который является определяющим… Один из центральных. Да, на это можно повлиять. Посмотрите, пожалуйста, сейчас, что в ваших холодильниках. Подумайте о том, на что вы обращаете внимание, когда ходите в магазин. Вообще, читаете ли вы, что написано на тех продуктах, которые вы покупаете? Как вы относитесь к Макдональдсам и прочим ресторанам быстрого питания? Вот, пожалуйста, всё вот это вот мы хотели до вас донести. А в следующий раз мы уже более подробно будем говорить о том, как правильно сформировать питание вашего ребёнка, нашего ребёнка в этом возрасте. На что обратить внимание, какие продукты лучше использовать, какой составить режим питания. Более чёткие рекомендации с вами так. Сегодня это были принципиальные вещи. Да, и если вы хотите к нам присоединиться, к нашему обсуждению, то, пожалуйста, пишите нам уже даже после трансляции. Вы, как бы, тоже можете оставлять вашу… Да, задавайте вопросы, мы обязательно ответим на них. Задавайте вопросы, Николай Васильевич, я всегда готова ответить на них. Спасибо за внимание. Спасибо. С вами были Виктория Петрова и… А до Нев Николай. До встречи. До встречи. Всего вам хорошего. До встречи.